Мы занимаемся действительно, я лично банкротством занимаюсь, наверное, с 1999-го, кажется, года действительно, с 1998-го. Но в последние 5-6 лет мы специализируемся именно на вопросах оспаривания или защиты сделок в банкротных процедурах и на кейсах о субсидиарной ответственности. Но чаще всего мы защищаем, хотя работаем, так сказать, и в нападении. Поэтому сегодняшняя наша презентация и наш какой-то доклад, он в первую очередь с позиции защиты, но здесь же можно усматривать какие-то инструменты, которые говорят о нападении. Сегодня мы посмотрим на такую, не на всю субсидиарную ответственность, там как-то более или менее широко, а немножко сузимся и поговорим о сделках. О сделках компании, о сделках, во-первых, компаний, которые в будущем влияют на субсидиарность контролирующих должников лиц этой компании. И второй такой аспект, наверное, какую-то профилактику вообще преступлений в сделках с возможными будущими банкротами. То есть, кажется, оба этих вопроса имеют такую практическую ценность, поэтому мы выбрали их для того, чтобы сегодня пообщаться. Ну, во-первых, мы посмотрели вопросы, которые зарегистрировавшиеся участники вебинара нам направили. Ну, пришли к выводу, что есть участники вебинара, которые неплохо ориентируются в теме субсидиарной ответственности, в теме банкротства, понимают какие-то базовые вещи, в том числе, кто такие контролирующие должника, те самые лица, к которым привлекаются ответственности. Есть участники, для которых это менее очевидный вопрос. Поэтому, с учетом темы сегодняшнего семинара, вебинара мы не можем много времени тратить и, в принципе, практически не потратим на раскрытие статуса контролирующего должника лица. Кто это такой? Будем плюс-минус говорить в основном о директоре, о руководителе, как о лице, иногда об участниках, которые заключают сделки, лица, которые участвуют в заключении сделок. Но хотел бы сослаться на нашу более расширенную презентацию. 11 апреля у нас был деловой завтрак по вопросам субсидиарной ответственности. Есть совместно с компанией ГИН и партнеры, которые специализуются в налогах. Есть трехчасовая запись в Ютубе. И вот там мы очень подробно, в течение получаса, раскрываем вопрос, кто такие КДЛы, какие они бывают. Как до них добираются. И в том числе особенно останавливаемся на вопросах субсидиарной ответственностью главных галтеров, института, директоров. Судя по вопросам к настоящему бинару, это тема, которая волнует многих. Поэтому вот эту презентацию сегодняшнюю с этой ссылкой на Ютуб, мы разошли, организаторы разошли, всем зарегистрировались. Я же предлагаю всем заинтересованным людям опцию. В конце этой презентации вы увидите наши контакты, наш телеграм-канал. И вы сможете запросить у нас презентацию, расширенную, там больше 130 слайдов, много судебной практики, ответы на вопросы участников. Вот с того делового завтрака 11 апреля. Если вам интересно поподробнее разобраться во многих других аспектах субсидиарной ответственности, почитать ее, то милости просим, обращайтесь, пишите на наши контакты. Мы вам ее, безусловно, вышлем, ответим на какие-то ваши вопросы. Кроме того, как я уже говорил, мы получили достаточно много вопросов от участников сегодняшнего вебинара, которые вы задавали при регистрации на вебинар. На данный момент мы выбрали три интересных вопроса из этих, из заданных нам при регистрации, разместили ответы на них в своем телеграм-канале. QR-код, ссылка на телеграм-канал будет в конце вот этой презентации, я постараюсь оставить его подольше на экране. И более того, мы планируем, как уже, уважаемый степь организатор, анонсировала, в течение месяца отвечать на другие интересные, такие достаточно вопросы, которые мы увидим из зарегистрирующихся на этот вебинар. Также в телеграм-канале будем, наверное, раз в день, раз в два дня выкладывать какую-то очередную порцию ответов. Естественно, там есть вопросы очень общего, такого неконкретного характера, такого любезного, я бы сказал, на которые, скорее всего, вы сегодня услышите ответы уже в ходе самого доклада. Или вы можете послушать, как я уже говорил, тот YouTube-ролик, ссылка на который у вас сейчас всех на экране, и она будет активна из презентаций, которые получат организаторов. Ну, давайте приступим по существу. Ну, во-первых, все-таки коротко, кто такие КДЛ, да? Это формальные, то есть контролирующие должника, лица КДЛ, формальные контролеры, директор, акционер, и вообще любые другие лица, которые могут определять действия должника. В том числе это может быть и благбух, и фендир, если его указания так или иначе для должника были бы обязательны. Это может быть любовница, это может быть водитель, это может быть товарищ, это может быть, посмотрите, лицо даже, которое не принимало участия в формировании решений компании, которые привели к банкротству, но на него, например, переоформили имущество. Ну, там, не знаю, дети, та же супруга, те же знакомые. Такие лица тоже признаются КДЛ, привлекаются к студеноквестности, и по этому же принципу привлекаются к студеноквестности зеркальные, так называют, компании, которые перевели части или весь бизнес. Ну, и номинальность руководителя не является для него защитой, его тоже привлекаются к студеноквестности, вместе с истинными бенефициарами, которые будут установлены. Это очень коротко. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим о сделках, из-за которых могут привлечь к ответственности в будущем директора компании, о сделках этой компании. Чтобы обрисовать эту проблему так широко сразу, вообще в любом деле о субсидиарной ответственности суд устанавливает причины, из-за чего случилось банкротство. Понятно, причины всегда носят экономический характер, да, долгов 100, активов 50 миллионов, да, там 50 миллионов не хватает, компания банкротилась, активы меньше, чем пассивы. Это в чистом виде экономика. Самое главное, почему такая ситуация возникла. Вот что должен разобраться, чем должен стоить суд. Мы для себя, это наша классификация внутри компании, делим такие причины банкротства, субъективные и объективные. И субъективные причины – это когда банкротство возникло от действий КДЛ или от его бездействия. На слайде этого нет. Объективные причины – это когда компания банкротилась от внешних обстоятельств. Вот на экране, в принципе, есть такие очень широко сформулированные, далеко не полностью, но чтобы было, так сказать, понятно, что такое субъективность, что такое объективные причины. Вот как раз набор сделок, может быть, субъективные причины, которые довели до банкротства. Хищение, невзыскание, кредиторская задолженность, которую надо было взыскать, и компания из-за этого завалилась, что называется. Объективные причины – это закрытие границ, другие ограничения логистики, безусловно, банкротство ключевых контрагентов. Как раз в той презентации, на которую я вот до сегодня много раз ссылался, от 11 апреля, гораздо более подробно решить вопрос. Много приведено примеров судебных дел по этому поводу. Кому интересно, можете действительно изучить поподробнее. Надо сказать, что, переходя к сделкам, что, по сути дела, любая судебная практика, она какие-то придаёт бизнесу правила, ограничения, вводит какой-то гигиенический минимум, что ли, его поведения, для того, чтобы он не был под ударом. Ну, у нас много из сделок, обжало-спаривание сделок, о которых все давно знают, крупные сделки, которые нужно согласовывать, различные злодейские сделки, которые формально выглядят прилично, но на самом деле это злодейство. Вот банкротство привнесло нам специальное основание действительности сделок. Это не рыночные сделки, то есть по нерывничной цене сделки, совершенные с предпочтением. То есть, когда у компании кредиторов 10, она гасит только одного из кредиторов, остальных не гасит вообще. Вот, то есть, получается, он несправедливо получил из недостаточных её средств, на всех её не хватало, почему-то она выбрала одного, а не распределила всем там пропорционально. Такие сделки называются сделки с предпочтением, погашение с предпочтением. И, соответственно, когда компания живёт в обычной жизни и вступает в какие-то сделки с другим контрагентом, который в будущем может стать банкротом, или сама совершает сделки, а потом может становиться банкротом, мама должна понимать, что любая нерыночная сделка, которая значительно отличается по цене от рыночной, она является опасной, и для неё должны быть какие-то серьёзные основания, иначе в будущем высока вероятность, что её могут признать так или иначе действительным. Ещё хуже, если такая сделка заключается не просто по нерыночной цене, а по взоре со своим контрагентом по сделке специально. Ну, то есть это уже означает, что этот контрагент вредит своим кредиторам или своим участникам, и эта сделка может быть обжалована либо потом в банкротстве, либо в корпоративном, выйду немножко за пределы темы банкротства, потому что корпоративным конфликтами мы тоже очень много занимаемся, либо в корпоративном споре. Ну и сделки с предпочтением заставили на рынке компании относиться очень внимательно к своим контрагентам, проверять его не только на входе, что называется, но и в ходе деятельности, на предмет того, не является ли компания неплатежеспособной, потому что в конце презентации мы об этом расскажем поподробнее, но вы можете оказаться в ситуации, когда вы рассчитались, а потом с вами ведь рассчитались, потом с вас обратные деньги взыскали, и вы остались там у разбитого корыта. У нас банкротство – такой инструмент, который вообще вторгается в жизнь, в принципе, в обычную гражданскую, что называется, тоже, и даже сейчас появилось такое внеконкурсное оспаривание, то есть раньше, буквально еще лет, наверное, 10-8-5 назад даже, это было не принято. То есть сделки компании, как правило, могла оспарить сама компания, ее контрагенты, ее участники, а когда эти сделки не нравились кредиторам компании, то, как правило, суды отказывали в исках и говорили, что вы кредитору и кто такой, да, вы не имеете права обжаловать там сделку вашего контрагента там с каким-то другим третьим лицом, вы не имеете отношения. Сейчас суды меняют практику под давлением банкротной этой практики, можно без банкротства кредитору оспорить сделку своего должника с каким-то третьим лицом, если он, например, считает ее по весьма низкой цене и считает, что должник таким образом выводит от него активы, если он узнал об этой сделке. То есть это называется внеконкурсное оспаривание, есть для этого уже наработанная практика, как бы здесь мы не будем в сторону уходить, будем говорить только о конкурсном оспаривании, о сделках банкротства. Значит, переходим непосредственно к тому, какие сделки у нас считаются плохими, я так выбрал такой термин, с точки зрения законодательства и практики. То есть, как правило, это, статья 61.11 закона о банкротстве говорит о том, что это сделки, которые приняли существенный вред имущественным правам кредиторов. Очень общее понятие, никаких в самом законе раскрытия его нет. Верховный суд, ну и далее, там многочисленная судебная практика, два критерия для таких сделок определяет. Еще раз подчеркну, мы говорим о сделках, которые впоследствии могут повлечь привлечение к сутирной ответственности тех людей, которые совершили. Первое, это сделка, значимая для компании, применительно к масштабам ее деятельности. Вторая, она существенно убыточная. Ну, вот, яркий пример, это крупная сделка. То есть, вот, больше 25% актива компании эта сделка стоит. Во-вторых, она выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. То есть, это ненормальная для нее сделка. Не то, что она делает там каждый день или хотя бы раз в месяц. Необычная. Например, она постоянно на оборудовании что-то производит и продает продукцию. А тут она, бац, и продает самооборудование. Вот это будет выходящее за пределы обычной хозяйственной деятельности. Ну, конечно, если только она не продает оборудование, опять-таки, очень часто покупая новое. То есть, тут много таких условностей. И второе, если она продает оборудование по нерыночной цене, а на, очевидно, нерыночных условиях, из-за этого не может там купить новое. Ну, вот, такая типичная будет сделка, которая, во-первых, и значимая для размера компании, а во-вторых, она на нерыночных условиях. Из-за совершения такой сделки в будущем может наступить субсидиарная ответственность. То же самое считает вечный источник практики судебной ФНС России. Вот у нее есть приведенное на слайде письмо, которое раскрывает примерно то же самое, что я сейчас рассказал. Примеры таких сделок. Я привел здесь на слайде два примера. Вот, например, была небольшая компания-подрядчик, которая выполняла субподрядные работы. Вот, у нее были два основных, насколько я помню по этому действию, вообще два основных только актива. Дорогой, хороший эскаватор и кран. Вот этот эскаватор и кран были за бесценок практически проданы. Ну, там явно выводился бизнес в сторону или совершалось похищение директором. И компания сразу же обанкротилась, потому что у нее были неотработанные авансы, а продолжить свою деятельность просто не могло. Ну, то есть, вот, без этого крана-эскаватора ее деятельность просто закончилась. Вот конкретный пример сделки, который является основанием обречения судебной ответственности. Ну, второй такой же похожий. Транспортная компания распродала, уже обладая неотработанными какими-то платежами, авансами, долгами, распродала грузовой транспорт за низкую цену. Вот. И продолжение деятельности, ее стало невозможным, она обанкротилась. Привлекли для этого за субсидиант местности руководителя и участников. Причем в этом деле было проведено какое-то такое исследование, которое установило, что если бы она этого не сделала, то она могла бы рассчитаться. То есть, продолжая нормальную деятельность на этом грузовом транспорте, была возможность рассчитаться, была возможность вылезти из какого-то этого долгового кризиса. И надо подчеркнуть, что сделки, они не только сами по себе в банкротстве могут быть причиной привлечения субсидианной ответственности. Сделка – это вообще такой универсальный инструмент, как я тут написал название слайда, для реализации вообще любых негативных сценариев. То есть, любое абсолютно действие негативного характера, которое совершается умышленно против компании, ну или по недосмотру, по безалаберности совершается против компании, но реализуется чаще всего вот сделками. Вот я на слайде привожу примеры, что и вывод в свои карманы, легализация вывода средств должника, транзит средств должника, перевод бизнеса на другое лицо, продажа ценных активов, выплата бонусов каких-то – это все реализуется посредством тех или иных сделок. Ну вот, к примеру, да, здесь в этом судебном деле, которое произведено на экране, суд привлек, там, кодил субсидиарной ответственности, потому что у этого коммерческого директора, во-первых, он 6 миллионов там перевел к себе на карту, когда уже была задолженность перед кредиторами, обналичил, доказать снесение расходов, ну, понятно, под отчет перевел, доказать снесение расходов интерес компании представил, какие-то векселя были приоритетные, которые он, компании, которую он безвозмездно забрал, тоже их обналичил и у себя деньги оставил. Ну, в общем, такая типичная фактически воровство, но оно реализовано, тем не менее, было каким-то сделком, как инструмент. И оценка этих сделок тоже легла в основании привлечения к ауспитарной ответственности. Ну, другой аналогичный случай, когда участник, у него всего как бы 25%, то есть он формально не КДЛ, но его признали КДЛ, потому что он был одновременно и исполнительным директором, и фактически он, судя по всему, на самом деле был истинным, так сказать, рулевым этой компанией, потому что вот он сдавал в аренду транспортные средства за более 2 миллионов, хотя на самом деле продолжал им пользоваться, и фактически их должник не использовал. Да, оплатил страховку этих транспортных средств, оплату себе поставил выше, чем у директора, хотя он был только исполнительным директором. Какой-то займ себе вернул, хотя нет доказательств, что он его давал компании. Тоже забрал на командировочные, не отчитался полтора минуты. В общем, набрал, 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 его включили в соответственности. Все это были тоже сделки. Легализация вывода денежных средств через сделки. Интересный кейс. 3,5 миллиона евро вывела компания по одному контракту как 100% предоплату для приобретения знаменитых асиков, вот этих вот интегральных микроскеп, с помощью которых производится майнинг криптовалют. Вывела со сроком поставки какого-то безумного количества этих микроскеп в течение полугода. Потом подписала якобы документы, что вместо микросхем получишь что-то другое. В итоге ничего другого не получила. В общем, большой такой сложный, интересный кейс. По совокупности всех вот этих явных обстоятельств суд признал, что это была легализация, просто вывод денежных средств из должника. Кстати, 3,5 миллиона евро были там примерно 250 миллионов рублей на тот момент по тому курсу. А в реестр кредиторов этой компании, когда он укрутился, стоял 257 миллионов рублей. То есть он фактически он вывел все ликвидные активы, за счет которых компания там могла оборачиваться и рассчитываться. Его признали, что это был просто намеренный вывод в интересах КДЛа на основании множества космоказательств и привлекли его в субсидиарные ответственности. Здесь в следующем кейсе сделки были каким образом применены. Здесь должник получал по муниципальным, по государственным контрактам, по заказчикам получал деньги, строительные контракты, не платил налоги, выводил их на фирмы однодневки. То есть транзитом через себя пропускал и туда отправлял. В итоге накопились налоговые долги, компания обанкротилась и суд привлек в субсидиарные ответственности за конкретно вот эти вот сделки руководителя за то, что он создал такой транзитный оборот, который в итоге привел к неоплате бюджетных долгов. Перевод бизнеса в другое лицо. Это должник, значит, арендовал земельный участок лесной, по-моему, с лесного фонда с разрешением на средства каких-то объектов, заключил договор подряда об устройстве этого земельного участка, строительства канатной дороги, оплатил этот договор подряда почти на 100%, после чего у него накопились долги, он перевел этот договор аренды и договор подряда через сессию, через уступки прав, перевел на другое лицо, которое, по-моему, даже не рассчиталось за эту сессию. В итоге суд признал, что это был фактически перевод бизнеса на другое лицо посредством вот этих сделок и признал их недействительными. эти сделки о руководителе должника и, по-моему, участников привлек специальную ответственность. Вообще вот в той презентации, на которую я все время ссылаюсь, как раз по переводу бизнеса на другое лицо, там отдельный большой блок, очень много приведено практики и интересных дел. какие еще бывают сделки, которые в итоге приводят в соответственности. Вот здесь интересный, необычный такой кейс. Ну, считается, что сделка должна произойти полностью и до конца принести эффект, чтобы привлечь в соответственности. То есть, знаете, приведу аналогию, как мошенничество, то есть 159-я печально известная статья, для того, чтобы состав мошенничества был полный, нужно, чтобы появились деньги в кармане у мошенников. В конечном итоге в результате образовывается мошенническая схема. Если они там не появились, то значит, что было неоконченное преступление. Ну, там, покушение приготовления к нему или покушение на мошенничество. Вот тут то же самое произошло. То есть, КДЛ что сделал? Он накачал, извините за такой простой термин, насоздавал искусственные задолженности. Вот, назаключал неких договоров поручительства, ну, кстати, не с банками, естественно, договор подряда, которым я, как бы, много задолжал, договоры субподряда. В общем, на общую сумму порядка 6 миллиардов рублей он создал искусственные требования для того, чтобы обанкротиться, включить их в реестр требований и, что называется, рулить своим банкротством. Там уже истории мало, что для чего этому было нужно. В итоге все эти сделки вскрыли, в реестр они не попали и, казалось бы, ущерба не нанесли. Но, тем не менее, вот за все вот эти действия суд привлек его в субсидиарной ответственности. Ну, вот это интересный кейс. Получается, что никаких убытков эти сделки формально вроде не причинили, но за само поведение, за создание искусственной ситуации, чтобы другие кредиты, которая, очевидно, была специально создана вред другим кредиторам, суд решил, что необходимо такое лицо прилечь в субсидиарной ответственности. Редко встречающаяся конструкция. Ну, и закончу, наверное, таким демонстрацию, какие бывают сделки. Самый разный спектр этих сделок, за которые можно, попасть на субсидиарную ответственность, это использование реорганизации против интересных должника. Кто-то скажет, а при чем здесь сделки, но дело в том, что у нас сейчас судебная практика, он практически все признает сделками. Реорганизация тоже состоит из комплексов больших сложных сделок, по сути дела, ну и корпоративных естественных решений. И вот здесь в этом кейсе должник, который не обладал особо активами пассивными, у него были кредиторы, к нему присоединили три компании, которые обладали и кредиторской должности, и какими-то активами. По факту выяснилось, что активы никакие не были переданы, а кредиторская задолженность, видимо, для последующей какой-то ликвидации, на него была переведена. И вот кодировые этих компаний, этого должника, были причины за ответственности, потому что суд признал, что они путем проведения такого комплекса сделок создали ситуацию банкротства этого должника и банкротства, причем без перспективного для кредиторов. То есть он оказался с долгами, но без активов. С первым блоком я закончил и хотел бы передать слово своему партнеру Дмитрию. Однако есть ли у нас какие-то вопросы в настоящий момент, чтобы далеко не уходить? Так. вопрос с какой периодичности рекомендуете перепроверять контрагентов? С тем, чтобы минимизировать риски компании, какая периодичность будет достаточно, избежать в сфере ответственности в случае реализации риска содержим контрагента. Ну, смотрите, перепроверять контрагентов по их официальной отчетности, сами понимаете, вы можете только раз в год, потому что у нас обычный период, кроме некоторых компаний, годовой отчетности. проверять их состояние, о чем будем в конце говорить, например, по картотеке арбитражных дел, появляются ли новые иски, и по другим открытым источникам, служба судебных приставов, единый федеральный реестр сведения о банкротстве, я бы сказал, что, наверное, в полгода это вполне достаточный разум. Можно чаще, если вы видите плохую динамику, что есть увеличение, тогда бы, конечно, я бы кому-то ставил на контроль в компании, и чтобы раз в месяц, раз в два месяца заходили и смотрели ситуацию. Но если пока таких признаков нет, наверное, раз в полгода это вполне себе нормальный период. Так, второй вопрос. Спасибо за интересную практику. Во всех этих примерах присутствуют, как видите, сейчас со стороны намеренные причинения вреда. согласны с решениями судов. Я здесь не очень понимаю вопроса. Это нужно считать, знать больше про эти дела. Ну, да, то есть в общем-то, отвечу так, в общем-то, как я и говорил, когда рассказывал про то, что есть субъективные причины банкротства, и именно за субъективные причины, как правило, за то, что они существуют, как правило, суд привлекает КДЛ в пубсидиарную ответственность или взыскивается в них убытки, как правило, речь, да, всегда идет о намеренном причинении вреда. Но только, знаете, у юристов есть, скажем так, тут два таких момента, что такое намеренное причинение вреда, то есть у нас же есть ситуации, в которых директор там делает, может быть, участник, может, совокупность сейчас, кто-то еще, делает это специально, то есть действительно выводит активы с целями вывода этих активов, а есть ситуации, ну, если взять простой пример, а есть ситуации, в которых он действует, ну, как сказать, нерачительно, неосмотрительно, неразумно, то есть он мог бы увидеть, что, например, цена на рынке гораздо выше, но он не произвел достаточных действий для того, чтобы, ну, проверить эту цену, не знаю, оценку не заказал, там, даже элементарно, что называется, не погуглил, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас примитивизирую, ну, чтобы была понятна конструкция. В этом случае его можно привлечь, и такие прецеденты есть, за бездействие, по сути дела, за то, что он не выполнил некий такой разумный стандарт нормального руководителя, когда эту сделку совершал. Я сейчас говорю только о руководителе, если это огромная компания, там, в которой 10 тысяч человек, понятно, что у него есть соответствующие службы, которые этим занимаются, он, может быть, не исполнил рекомендации этих служб. Ну, так, чтобы долго не растекаться мысль подрыва, не буду, наверное, шире этот вопрос задавать. Готов, если у вас есть конкретные примеры и какая-то своя личная боль, есть контакты, обращайтесь, я могу, думаю, ответить на этот вопрос более подробно. А сейчас я передаю слово на своему партнеру Дмитрию, который нам расскажет про разумный риск руководителя при совершении сделок, что нам дает этот институт. Да, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, приветствую всех еще раз. Действительно, хотелось бы рассказать немного об этой конструкции, о том, что это вообще такое, где границы этого пресловутого разумного риска и как это все влияет на вопрос спаривания сделок и привлечения контролирующих лиц сделки, совершающих к субсидиарной ответственности. Так, следующий слайд, он должен включиться. Да, в общем, если мы обратимся к нашему гражданскому законодательству, то есть, ну, это статья 2 ГКРФ 53.1, вот на слайде указано, то совершенно честно приходим к выводу, что законодатель у нас постулирует, что предпринимательская деятельность, очевидно, носит рисковый характер. Это ее так скажем неотъемлемая характеристика. Соответственно, любой предприниматель в своей деятельности с риском сталкивается неизбежно. Но, к сожалению, вопрос оценки разумности такого риска, конечно же, исключительно субъективен. И, к сожалению, опять же, у нас зачастую, скажем так, о поведении, о решении предпринимателя, о том, насколько они были разумны, судят люди, которые этой деятельностью никогда не занимались. Ну, то есть, по сути судей. И зачастую это приводит к тому, что об их поведении, об их добросовестности судят только по результатам. Без учета обстановки, конкретного контекста их действий, событий, при которых решения эти принимать. в общем, у нас закон, то есть, в частности, вот указаны нормы по этому поводу основополагающей 53.1 ГКР, разъяснение пленумов, уже канавшего лету высшего арбитражного суда номер 62, это по вопросу взыскания привлечения к ответственности корпоративной руководители компаний, деятельность носит, предпринимательская деятельность носит рисковый характер, и поэтому, совершенно очевидно, нельзя взыскивать, например, убытки из директора, действия которого не выходили за пределы вот этого обычного делового риска, то есть, ответственность он несет только тогда, когда действия вот этому риску не соответствовали, и эта конструкция, по сути, воспроизведена в банкротном законодательстве, то есть, основополагающий пленум номер 53, который вот указан, это третий, а по поводу всех вопросов, связанных с субсидиаркой, которым мы постоянно пользуемся, то есть, контролирующее лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если его действия и бездействия не выходили за пределы обычного делового риска. Все это, по сути, называется правилом защиты делового решения, так называемым. То есть, в чем его суть? Вообще, исторически, конечно, оно сформировалось, как многие правовые институты, не у нас, в частности, в США, то есть, практика судов штата Долавер активно развивала этот институт, и критерии, собственно, правила защиты делового решения выработаны следующие, их три. То есть, первое, это незаинтересованность руководителя в принятом решении, это проявлением должной осмотрительности при принятии такого решения, то есть, например, он привлекает эксперта, для того, чтобы он ему помог в оценке ситуации, он информирован обо всех существенных важных фактах для принятия этого решения, и третье, добросовестность руководителя. То есть, получается, при наличии трех этих компонентов, по идее, привлечение руководителя, ну, иного контролирующего лица к ответственности становится невозможно, и вообще в США действительно, получается, это очень сложно доказать неразумность руководителя, если мы не говорим о каких-то очевидно злонамеренных вещах, вредительстве, хищении и тому подобное. Именно поэтому у нас и судебная практика, в том числе, достаточно последовательно проводит идею, что сам по себе факт наступления негативных последствий совершения сделки, причине ущерба должнику от данной сделки, не означает еще, что риск был неразумен при ее заключении, потому что, опять же, повторюсь, предпринимательская деятельность носит рисковый характер. Конституционный суд у нас также неоднократно в своих позициях по разным вопросам высказывал такую вещь, что судебный контроль не может проверить экономическую целесообразность бизнес-решений предпринимателей, которые обладают очень широкими возможностями по выбору способов, модели своего поведения, при принятии своих решений, и поэтому он не может фактически объективно выявить деловой просчет. Единственное, что суд должен делать, находить как раз вот эту грань, грань разумности риска предпринимателя при принятии тех или иных решений. Очень интересно указанная на данном слайде позиция Верховного Суда по конкретному делу. Здесь он проводит такую очень важную мысль, что ответственность руководителя перед кредиторами наступает опять же не за сам факт неисполнения обязательств, а в ситуации, когда эта невозможность исполнения возникла как бы не по объективным обстоятельствам, а искусственно спровоцированная действиями контролирующих лиц. Соответственно, основанием для привлечения контролирующего лица здесь к ответственности становится только либо умысел, либо грубая неосторожность, которые повлекли невозможность исполнения обязательств должником перед контрагентом. Очень важная мысль, как раз ограничивающая устанавливающие некие пределы возможности для привлечения контролирующих лиц к ответственности. Собственно, суды у нас действительно пытаются разбираться в степени риска деловых решений, пытаться как-то все это оценить, найти отклонения от каких-то стандартах разумного поведения. В частности, два дела здесь приведено. Например, очевидная история, цессия уступка требования по номиналу является типичной для оборота сделкой, то есть рисков она сама в себе не содержит для должника. То же самое касается обжалования судебных актов, по которым взыскивается задолженность с юридического лица. То есть, например, 9-й арбитражный апелляционный суд рассматривал дело, где у нас заявитель-кредитор по сути утверждал, что у нас ответчик, оспаривая судебные акты, которыми с него задолженно изысканно, действовал неразумно. То есть, злоупотреблял право буквально для создания неудобств и расходов для заявителя. Ну, конечно же, суды разобрались в этой ситуации, потому что процессы, очевидно, были инициированы самим кредитором, заявителем, а должник имеет предоставленному законам право защищаться и при этом действует, очевидно, добросовестно, разумно, чтобы избежать взыскания с него задолженности. С другой стороны, например, неразумным, это у частности, опять же, подтверждает практика 9-го арбитражного апелляционного суда, является обналичивание значительных денежных средств, здесь это 36 миллионов рублей, со счета должника, так скажем, на его нужные, при отсутствии, собственно, доказательств какого-либо возврата и обоснования этих нужд. Типичная, частая ситуация, которая встречается в практике и весьма понятная. Также, то же самое можно сказать о сотрудничестве должника с фирмами и однодневками. Верховный суд по конкретному делу прямо высказался, что перечисление значительных сумм в адрес таких компаний, которые заведомо и способны исполнять свои обязательства, разумным не является и явно выходит за рамки обычного предпринимательского риска. Да, мы много говорим о том, что это очень субъективная история, то есть разумность предпринимательского риска, но все-таки нам нужно попытаться дать вам какие-то более конкретные рекомендации, а где эту грань искать. И, в принципе, на основании своей собственной практики, практики наших коллег, следуемой нами постоянно судебной практики, мы выделили целый ряд таких критериев. Ну, первое, это отсутствие личной заинтересованности. контролирующего лица совершения сделки, то есть отсутствие ситуации, где он, совершая такую сделку, может рассчитывать на получение каких-то непропорциональных бенефитов, которые он бы не мог получить больше никогда. Второй критерий типичность спорной сделки для должника, то есть это совершение сделки, скажем так, в рамках так называемой обычной хозяйственной деятельности. Ну, вот, например, интересное дело, здесь приведено постановление арбитражного суда Московского округа, достаточно свежая, 24-го года, здесь банкротили страховую компанию и контролирующих лиц этой страховой компании пытались привлечь к субсидиарке за то, что они в свое время по агентским договорам с несколькими ИП перевели им в качестве вознаграждения 78 миллионов рублей. Но при разбирательстве выяснилось, что эти агенты привели в страховую компанию клиентов на значительно большую сумму. При этом, опять же, в страховом бизнесе привлечение агентов это совершенно норма, это обычная практика. Суды это констатировали и отказали от привлечения к субсидиарке контролирующих лиц за вот эти действия. Следующий критерий это направленные сделки на благо должника. Ну, то есть это очевидно какие-то рыночные условия сделки, разумность сроков по оплатам, по условиям оплаты, наличие обеспечения, если того условия требуют и так далее. И вот здесь два интересных дела как раз приведено по этому поводу. Вот в первом деле это постановление 20 апелляции сделан вывод. Если сделка не предполагает извлечение прибыли, то она неразумна. С другой стороны арбитражный суд Уральского округа высказывается по этому поводу несколько иначе. Он говорит по конкретному делу. Даже если сделка безвозмездна, но не причинила ущерб должнику и его кредиторам, то и состав для привлечения контролирующих лиц к субсидиарке отсутствует. Действительно, вреда ведь нет. В частности, речь шла о ситуации передачи имущества в безвозмездное пользование. То есть, это законом не запрещено и, соответственно, суды здесь к субсидиарке в связи с этим не стали привлекать контролирующих лиц. Следующий критерий от совершения действий по надлежащей проверке контрагентов. В целом, если посмотреть на судебную практику, можно сделать вывод, что стандарт требований к вам при проверке контрагента здесь не столь высок. Ну, вот, например, по поводу проверки недвижимого имущества при принятии залога при совершении такой сделки. Достаточно запросить выписки из ИГРН, проверить наличие споров относительно этого имущества. И все. В принципе, это добросовестное поведение. Интересное дело, опять же, рассмотрено было уральским округом. Это второе, приведенное на данном слайде. Здесь, по сути, у нас должник столкнулся с такой ситуацией, что все время он принял в качестве залога обеспечения по сделке недвижимое имущество. Но потом была оспорена сделка, по которой залогодатель это имущество приобрел. То есть, он утратил титул собственника. И впоследствии, в рамках банкротства залогодержателя контролирующему лицу предъявлялась претензия за совершение данной сделки. Суд отказал. Почему? Потому что, как судопочитали, неразумно требовать от руководителя проверки и предыдущего собственника имущества, и оценки действительности сделки, по которой он это имущество приобрел. То есть, проверки всей этой цепочки, предшествующей движения этого объекта. Ну, во-первых, это зачастую невозможно, во-вторых, это не имеет смысла в этой ситуации. И суд посчитал, что это за пределами какого-то стандарта разумного поведения. И к ответственности лицо привлечено здесь не было. Следующий критерий это соблюдение внутренних процедур компании и требований законодательства. То есть, ну, это типично для каких-то крупных компаний, для кредитных организаций, прежде всего, потому что они, по сути, каждодневно сталкиваются с ситуацией необходимости проверки своих потенциальных заемщиков, их платежеспособности, наличие у них возможности кредит обслуживать. И в частности, по этому поводу, например, крайне важное практикообразующее дело о банкротстве ПАО КБ Балтика, по этому поводу Верховный суд сформировал очень важную правовую позицию в 2021 году, вот она здесь приведена, то есть контролирующие лица банка имели на основании недоверенности права заключать сделки и они по сути выдали несколько суд, которые оказались убыточны на дистанции, то есть они не были погашены заемщиками. Однако суд здесь отказал привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, потому что контролирующие лица основывались на заключениях профильных подразделений банка, которые, собственно, этим и занимаются, что они проверяют таких потенциальных заемщиков, дают свои профессиональные суждения по этому поводу. Поэтому вот таких положительных заключений для контролирующих лиц данной ситуации было вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о возможности заключения сделки. Их не привлекли к субсидиарной ответственности, их поведение посчитали разумным. Далее, следующий критерий это учет опыта работы с контрагентом, то есть, ну, как негативного, так и положительного. Например, если он положительный, можем переходить, скажем, на постоплату, если он негативный, переходим на предоплату, требуем обеспечения, ну, и что-то в таком духе. Также практика выделяет такой критерий, как наличие судебного спора по поводу обязательства. Это говорит о том, что должник не был согласен с задолженностью, в частности, вот приведено дело, рассмотренное арбитрированным судом северо-западного округа в 21-м году. Здесь конкурсный управляющий должника заявил, что банкротство привело конкретная сделка, по которой из должника взыскали деньги. Это сбегая вперед договор подряда и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего лица на этом основании. Однако было отказано в этом судами. Почему? Потому что долг возник фактически из спора между должником и кредитором относительно объема и качества выполненных строительных работ. И суды констатировали, что обязательства такие бесспорными, конечно же, не являлись, и это связано с обычными рисками хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ. Теперь с учетом приведенных нами критериев хотелось бы продемонстрировать несколько примеров, скажем так, здорового обычного риска ситуации, где собственно к ответственности контролирующих лиц за принятие тех или иных деловых решений заключения сделок не привлекают. И почему? То есть здесь в частности приведен кейс рассмотренный арбитронный суд Московского округа касации. То есть здесь у нас был должник, целью которого по сути была реализация инвестиционного проекта по постройке НПЗ. Очень затратная история, капиталоемкая, он вел огромное количество переговоров, пытался привлекать средства, ну и по ходу дела заключил договор на разработку проектной документации с кредитором-исполнителем. При этом кредитор в эту историю вошел, в целом понимая свои риски и действовал без оплаты. Он в итоге не получал оплату, почему он стал кредитором и в деле о банкротстве фигурировал, соответственно, контролирующее лицо пытались привлечь к субсидиарке по этому поводу. Однако суды сделали выводы, что кредитор, вступая в отношения с таким должником, мог оценить все риски, очень высокие в этой ситуации с учетом масштаба проектов, однако договор заключил, проектную документацию разрабатывал, не получая оплаты. Более того, он регулярно получал от должника отчеты о своей деятельности, о плохом финансовом положении, о том, что дела с привлечением инвесторов идут не так хорошо, как хотелось бы, то есть должник действовал добросовестно. Ну и, наконец, суды сделали очень интересный вывод, то есть они сослались на то, что сам кредитор не в полной мере оценил разумно риски вступления в проект, принял их на себя, понимая всю ситуацию. И таким образом, получается, суды даже не столько оценили разумность риска должника, его контролирующих лиц, сколько оценили влияние разумности поведения кредитора на возможность привлечения контролирующих лиц должника собственно к субсидиарной ответственности. Следующий пример. У нас здесь фигурирует должник, у которого был имущественный комплекс в виде нефтяносного участка, оборудования, лицензии на право пользования недрами, то есть, по сути, руководитель здесь привлекал несколько лет инвесторов для разработки месторождений, то есть, планировал, что они начнут приносить прибыль, заключал договоры на разведку бурения, но не смог в итоге рассчитаться. Почему? Потому что в какой-то момент выяснилось, что свойства этого участка отличаются от тех, на которые он рассчитывал, в том числе, исходя из геолого-разведочных суд установил, что в этой ситуации руководитель не мог предвидеть действие добросовестно, что вот этот факт несоответствия, характеристик нефтяносного участка выявится, что такое произойдет, и контролирующее лицо обоснованно рассчитывало на прибыль, действовало в пределах нормального предпринимательского риска. Следующая тоже интересная история, которая демонстрирует, что суды принимают объективные внешние обстоятельства, как свидетельствующие о разумности риска при заключении сделок. То есть, здесь агрокомпания закупила семенной материал у кредитора с условием постоплаты по окончанию уборочной. То есть, это типичная история для агрокомпании, обычная практика. Но, к сожалению, в какой-то момент урожай погибает из-за сильнейшей засухи, перекрытия северокрымского канала. Должник оказывается в банкротстве, ему нечего собрать, нечего продать, нечем рассчитаться. Суды эту ситуацию оценили и пришли к выводу, что причина невозможности расчетов это исключительно внешний фактор засуха, что в свою очередь входит в пределы обычного риска предпринимательской деятельности сельхозпроизводителя. Соответственно, контролирующие лицо здесь ни в чем не виноваты и к субсидиарке быть привлечены не могут. Тоже очень интересный кейс. Почему? Потому что, по сути, суды здесь расценили перевод бизнеса фактически с одной компанией на другую, как находящиеся в пределах обычного риска. Теперь попытаемся разобраться, почему. Этот спор был рассмотрен арбитрованным судом Положского округа. Какова ситуация? Должник имел в качестве основного актива полиграфическую линию дорогостоящую, вел соответствующую деятельность. У него достаточно большая была финансовая нагрузка, в этот момент он перестает с ней справляться. и производит отчуждение за 1,6 миллионов долларов всей этой линии единого объекта по сути аффилированной компанией, причем даже через промежуточное звено, опять же, аффилированной. Что происходит потом? Аффилированная компания получает от одного из основных кредиторов банка, который одновременно был и залогодержателем этого оборудования, получает кредитование. Причем аффилированная компания, что интересно, имела даже то же название, что и должник. Эти деньги выплачиваются по договору купли-продажи и за счет этих денег должник погашает свои обязательства перед банком. При этом фактически продолжила деятельность, но уже в формате аренды того же самого оборудования. Оно даже никуда не перемещалось. Однако в деле о банкротстве должника, то есть все-таки к сожалению через некоторое время он оказался в процедуре банкротства, вот эта цепочка сделок была признана недействительной. Ну сюда пришли к выводу, что это был вывод активов. И кредитор, один из кредиторов со ссылкой на признание недействительной эти сделки обратился с заявлением о привлечении к субсидиарке единственного акционера и директора должника. Однако в этом ему было отказано. Почему? Во-первых, все вот эти сделки были согласованы, как я уже сказал, с мажоритарным кредитором банком, у которого оборудование находилось в залоге. Соответственно, суд в том числе указал на то, что раз он залогодержатель, то все равно обладал бы от этого имущества. Более того, благодаря переводу бизнеса состоявшемуся удалось перекредитоваться на вновь образованное юридическое лицо, вот как раз через которое бизнес продолжился. И без этого банк бы немедленно истребовал с должника задолженность, ну, это привело к банкротству на следующий жилье. То есть, само по себе признание недействительными этих сделок, как указали суды, не является безусловным основанием для привлечения к ответственности, потому что вместе с активом были переданы и обязательства. То есть, в этом очень важное отличие от ранее описанных Игорем ситуаций перевода бизнеса, где активы выводятся, обязательства остаются на должнике. То есть, это действительно злонамеренные действия, с этим нужно бороться. Ну и суды также здесь указали на то, что банкротство компании было бы условно не этими событиями, а тем, что в какой-то момент происходит скачок курса валют, и должник оказался в ситуации, когда он заранее поставленный ему комплектующий, необходимый для его деятельности, стал должен в два раза больше денег, по сути. Ну и с этим он не справился. Пожалуй, я сейчас готов буду передать слово дальше, но я вижу, что поступил один вопрос от слушателей. Так, от Анны. Дмитрий, в деле о банкротстве страховой компании агентом какого рода выплаты производились? Да, да, то есть, по сути, это их вознаграждение это комиссия за привлеченных, приведенных в страховую компанию клиентов. То есть, почему суды сказали, что это абсолютно нормальная история, типичная. Так, еще один вопрос. Дмитрий, добрый день, вы показали дело, не успел записать номер, где отказали в привлечении к СО, фактически по причине того, что кредитор сам не соблюдал должную осмотрительность. На этот фактор обратил внимание именно должник, и в этом случае стало неважно уже, что должник тоже мог быть не идеален. Так, ну, пожалуй, я могу вернуться, некоторое время на этот слайд. Если мне, конечно, дадут управление. Так, одну секунду. да, вот этот кейс, то есть, можете записать. По сути, да, но, конечно же, это был не главным фактором, просто суд здесь параллельно сослался на то, что кредитор, который, собственно, требовал привлечения к субсидиарке, сам как бы на свой страх риск, так же действовал, будучи субъектом предпринимательской деятельности, осознавал, какие риски таят, таятся во взаимодействии с таким должником при реализации столь крупного проекта. Но, конечно же, при этом понятно, что суды, в том числе, говорили больше о том, что сам должник действовал добросовестно в этой ситуации. И у него, со стороны контролирующих лиц должника, который пытался реализовать этот инвестиционный проект, не было допущено каких-то злонамеренных недобросовестных действий. Он был прозрачным, он был открыт, он постоянно держал, в частности, данного кредитора в курсе событий. Просто у него не получилось. То есть, как раз работал тот самый риск. Почему он не привлечен к ответственности? Да, теперь я, пожалуй, все-таки передаю слово. Да, я продолжу. Мы поговорили уже о, собственно говоря, в принципе, о том, каким образом сделки могут влиять на субсидиарную ответственность КДЛ-компании в будущем. Мы поговорили о том, как можно защищаться, когда тебя за какие-то сделки, в принципе, за любые бизнес-решения, на самом деле, но мы в разрезе сделок сегодня разговариваем, как можно защищаться, когда тебя за какие-то сделки, которые ты когда-то совершил в прошлом, пытаются вплечь в субсидиарх в пестости. То есть, если у нас все это было в пределах нормального бизнеса, скажем так, без каких-то там подводных камней, то вероятность защититься достаточно высокая, даже если эти сделки в итоге привели к банкротству. У каждого должно быть право на понимание скидить. А теперь мы поговорим о том, скажем так, как со стороны контрагента пытаться профилактировать свои риски, риски того, что ватт-контрагент в итоге окажется в банкротстве и какие-то сделки с ним будут оспорены. Мне кажется, что это такая головная боль для многих сейчас. Многие начинают, учитывая развивающуюся банкротную практику, этот момент, так сказать, на этот момент смотреть и этот момент учитывать. что мы в этом плане могли бы, о чем мы могли бы рассказать и что могли бы порекомендовать. Ну вот типичные ситуации такие, да, то есть первая ситуация, вы давно работаете с контрагентом, у вас уже давно пустоплата и потом платежи прекращаются, большие партии товаров выужены. Вторая ситуация, вы с ним постоянно работаете делать какие-то зачеты и потом вдруг вам говорят, а ваши зачеты, поскольку он свалился в банкротство, они являются недействительными, потому что с помощью зачетов вот вы преимущественно удовлетворили требования перед вами по сравнению с другими кредиторами, поэтому вы будьте добры денежки заплатить в конкурсную массу, а в сумме своих требований, которые вы зачли, вставайте в реестр требований кредиторов, ну и там получаете статистику, я тут на слайде привожу, для таких незалоговых требований размер погашения в среднем по стране 2,5%. Я добавлю третью ситуацию, которой здесь на слайде нет, это и о которой мы здесь поговорим, ситуация, в которой вашу сделку когда-то проведенную с контрагентом, который стал банкротом, признают недействительной, потому что она, например, нерыночная, считают, что она по слишком низкой цене проведена. То есть, по сути дела, в этом разделе профилактика мы рассмотрим вот как раз наиболее типичные банкротные основания признания сделок недействительными, это сделки, неравноценные сделки, скажем так, неравноценное рыночное предоставление на закиристов, то есть, по нерыночной цене совершенной и сделки, совершенные с предпочтением. То есть, надо исходить из того, что риски оспаривания у вас ретроспективно сделок, которые могли произойти очень давно. Почему? Потому что по специальным банкротным основаниям, оспариваются сделки максимально, которые совершены в течение трех лет до начала банкротства, сделки вот как раз по неравноценной рыночной цене по нерыночной цене оспариваются в течение трех лет совершенные сделки в течение трех лет до начала банкротства, а сделки, которые с предпочтением, они оспариваются в течение шести месяцев до начала банкротства совершенные. И здесь нужно особо Я думаю, что здесь есть люди, которые понимают, о чем я говорю, когда говорю «начало банкротства», но кто не понимает, чтобы не было возначтений, начало банкротства – это дата определения арбитражного суда о принятии заявления должника о банкротстве. Вот даже если еще не введено наблюдение, такая процедура, не введено конкурсное производство, просто в суд поступило заявление либо от должника самого, либо от кредитора-должника, любого банка, ФНС, коммерческого кредитора. И вот дата, в которую суд вынесет определение, напишет, что «принять к производству, назначить рассмотрение» – вот это определение. Вот эта дата как раз и есть ключевая. От нее считаются все эти три года, шесть месяцев и так далее. Но надо сказать, не могу не отметить здесь, что кроме специфических банкротных оснований, сделки оспариваются еще по обычным основаниям. Как совершенные злоупотребления, как крупные, как сделки вредные с превышением представительских полномочий и так далее. То есть в Гражданском кодексе есть глава 9, там достаточно большое количество различных оснований. Так вот, по таким основаниям оспаривание может быть оспорена сделка, как показывает наша практика, которая совершена и за 5, и за 10 лет до банкротства. Если брачный договор, который 11 лет, по-моему, был до начала банкротства, который был оспорен успешно и признан недействительным, там, сказать, фишка в том, что эти сделки в банкротстве может оспаривать кредитор. Срок исковой давности, который для оспаривания, он начинает течь с момента, когда, значит, истец узнал об этой вообще сделке. И поскольку кредиторы узнают о большинстве таких сделок только когда банкротство начинается, то они с успехом восстанавливают срок исковой давности именно по этой причине и говорят, вот, значит, у нас, мы только узнали, 7 лет назад была сделка, вот мы хотим признать ее действительно, потому что были выведены ликвидные активы, и вот теперь с нами никто не смог рассчитаться из-за этого. Ну, к примеру, да. Правда, есть объективный десятилетний срок, скажем так, можно назвать его пресекательным, за пределами которого сделку нельзя признавать недействительной, но это изменение в гражданский кодекс было внесено, кажется, в 2013 году, и до сих пор сделки, а на сделки, на которые заключены до этого года, этот объективный срок не распространяется. То есть до сих пор теоретически возможно, что в каком-то банкротстве оспорят сделку, например, вот сейчас в 2024 году, которая срежена, например, в 2011 году. И этому ничего не будет препятствовать, если кредитор, который будет оспаривать, докажет, что он, значит, только-только про нее знал, ничего не знал про нее раньше. Поэтому давайте поговорим о том, как нам профилактировать наши риски, когда мы сами, компания успешная, а вот наш контрагент, с которым мы вступаем в сделки, любой контрагент может стать банкротом. То есть разбивается это все, наверное, как бы там на три части, учитывая специальные банкротные основания. Во-первых, в принципе, как оценивать контрагента, как за ним смотреть. Второе, как все-таки смотреть на неравноценность, на нерыночность цены, какие критерии этой нерыночной цены, об этом подскажет Дмитрий, я передам ему слово. И как стараться, так сказать, не попасть в ситуацию, когда оспаривание сделки будет как сделка с предпочтением непосредственно перед банкротством. Уже вопрос, на который я, по сути дела, отвечал после первой части, вот мы к нему, как мониторить, как проверять, вот мы к нему возвращаемся. То есть надо сказать, что вот в законе о банкротстве есть формальные критерии платежеспособности, но они такие, ни о чем не говорящие. То есть юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если, значит, обязанности всякие разные, которые здесь на слайде перечислены, им не исполнить в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Ну вот, если смотреть чисто в закон, то вам не дает никакой практической ценности. С одной стороны, трехмесячная или четырех, или даже полугодовая просрочка во многих ситуациях и для многих компаниях – это вообще не проблема. Очень часто это возникает, и это не означает, что компания банкрот. С другой стороны, если трехмесячная просрочка означает, что компания банкрот, то вам уже поздно беспокоится, она уже банкрот. То есть как-то надо было раньше понять, что с ней происходит. То есть тут подход закона нам, к сожалению, практической ценности не приносит. Поэтому мы, что мы делаем? Что делает обычная компания, что делают наши клиенты? Ну, во-первых, есть финансовые и экономические способы мониторинга своего контрагента. Я на слайде перевожу, это статистические модели, модель Таффлера, Альтмана, Честера. Я юрист, у нас есть финансово-экономическая практика, и если кто-то хочет получить более подробную в этом консультацию, то я переадресую тогда к соответствующим специалистам. Второй способ спойнг – это сравнение, по сути дела, своего контрагента с другими аналогичными компаниями, которые уже находятся в банкротстве, по разным признакам. То есть это не юридические способы, я на них не буду останавливаться глубоко, но они точно применяются, достаточно эффективно, чтобы понять, что происходит с твоим контрагентом на практике. Что делаем юристы, когда мы смотрим и пытаемся предугадать, и предусмотреть, что же там у нас происходит с нашим контрагентом? Во-первых, мы это делаем на входе в сделку, то есть когда при заключении проверяем. Собственно говоря, от нас это требует и налоговая инспекция, чтобы мы не вступили случайно в сделку с однодневкой. Вот, в принципе, практически то же самое. Ну и, как ни странно, эти все признаки, которые используются, могу подсказать, они каким-то образом напоминают признаки искусственного дробления. Уж не знаю, как это совпадает между собой, но признаки компании, которая может говорить о том, что она в непростой, если возможно, банкротной ситуации, они совпадают с признаками, которые, когда мы смотрим, когда налоговая, например, изучает и говорит, что вот эта компания искусственно раздроблена, потому-то, потому-то. Ну, например, вот юридический адрес компании западает с адресом массовой регистрации. Тут надо сразу смотреть, не бизнес ли это центр, который предоставляет адреса нормальным компаниям. Понятно, что там может быть и две сотни, и три сотни компаний зарегистрированы, ничего страшного там нет. Но, тем не менее, когда это один офис, с которым там 100 компаний зарегистрировали, 50 как бы, это наводит на мысль, что с компанией что-то не то. Номинальность директора. Ну, мы его видим, да, то есть мы с ним, как мы его видим? Потому что мы его не видим. Когда мы ведем переговоры с компанией, почему-то директора никто никогда не видел. Видели только лица по доверенности. Это наводит на мысли. Ну, и плюс можно пробить его по сервисам различных, спарк, ФНС и так далее. И если он массовый директор, то высока вероятность, что почему-то истинные бенефициары компании не хотят, чтобы реальный человек во главе стоял. Это должно настораживать. Ну, ясно. Мониторинг картотеки арбитражных дел, мониторинг портала Федеральной службы судебных приставов, мониторинг, я добавлю к слайду еще, ЕФРСБ, единый на федеральный реестр сведений о банкротстве, в котором публикуется намерение обратиться с банкротством к тому или иному лицу, и сведения, если там началось какое-то банкротство. Но это must have, это то, что обязательно нужно проверять, когда вы вступаете впервые в отношения с контрагентом. Ну, и, как я говорил ранее, желательно бы там, если никаких других признаков нет, ну, там, хотя бы раз в полгода это мониторить. Потому что резкий рост количества исков может подсказать, что что-то происходит с компанией не то. Низкие показатели финансовых коэффициентов, включение компаний в реестре добросовестных поставщиков ФАС, тоже звоночек. Мы судим, мы судились неоднократно по исключению компаний известных поставщиков, это, конечно, тяжело, но иногда получается. И, конечно, иногда туда попадают, ну, вообще абсолютно нормальные компании. Но все-таки очень часто туда попадают именно из-за того, что нарушаются какие-то свои основные обязательства по поставкам. А когда нарушают обязательства по ставкам по договорам, которые мониторит ФАС, ну, то есть по договорам, которые заключены на тендере, как бы, это уже звоночек. Потому что в таких сделках стараются обязательства, все-таки, как-то контрагент не нарушать. Информация о значительной задержке зарплаты сотрудникам, если вам стало доступно, это вообще большой красный флаг. Почему? Потому что, ну, все мы прекрасно знаем, что очень быстро придут прокуроры. И очень сильно и нехорошо будут с вами беседовать. Поэтому уж что-что, а зарплату компании стараются не задерживать. Потому что, особенно, ну, там, крупные компании, где много работников, где вы не можете их попросить, чтобы они, там, потерпели, не можете проконтролировать, что они не напишут, никуда жалоба, там, в комиссию по трудовым спорам, в инспекции, вернее, по надзору трудоотношений или вот с прокуратурой, как бы, да. Поэтому, если все-таки задержка есть, это значит, что, часто это значит, что компании с финансами проблемы очень серьезные. Когда к вам постоянно начинают обращаться за срочкой и рассрочкой, то есть не разовы, там, в нормальной струке, а постоянно, на постоянной основе, ну, значит, как бы, есть вероятность того, что это будущий банкрот. Потому что у него наносит какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, стоит поглубже вникнуть в ситуацию и попросить какие-то дополнительные информации. Неочевидные внешние показатели. То есть, вот, если это все очевидно были, а неочевидные, ну, мы считаем, что смена владельца бизнеса должна вызывать всегда такие вопросы, а что там происходит, как бы, да. Потому что после продажи не факт, что эта компания станет, продолжит работать так же эффективно, как раньше. И поэтому вот стоит его как раз поставить на какой-то усиленный мониторинг, да, там, не раз в полгода, а почаще. Наличие корпоративного конфликта, которым становится известно, это вообще тоже большой красный флаг. Вроде не обязательно это банкротство, но это очень часто банкротством заканчивается. Мы, как компания, которая специализируется в том числе и на корпоративных именно конфликтах, скажем так, очень часто разрушаются бизнесы вот из-за этой вот истории. Это отдельная большая плодотворная тема для обсуждения, но коротко, такая компания должна быть под самым пристальным вниманием вашим, если ваш контрагент понимает, что они в этом компроме, потому что не факт, что через полгода вы сможете с ним осуществлять взаимодействие, и он не станет банкротом. Уголовное приследование топ-менеджмента, ну, понятно, это тоже есть. Иногда это ничего не значит, а иногда это значит, что у него пытаются забрать в компанию какие-то другие. Ну, и, в принципе, часто очень компания, она завязана, как мы понимаем с вами, на личности директора, руководителя, создателя, на его харизме, на его контактах. И случаи, когда, например, руководитель попадает в СИЗО там или что-то еще такое, и компания начинает страдать, разваливаться, они не такие уж редкие, поэтому мы бы обращали внимание на такие факты с точки зрения мониторинга. Срыв сделки слияния и поглощения, ну, это для крупных компаний, которые участвуют в реальных сделках M&A, и когда такая сделка срывается, ну, если это ваш контрагент, то это может быть потому, что стороны друг друга в итоге не подняли и не до конца договорились, а в любом сложном структуре M&A, понятно, есть всегда несколько слотов для выхода, чтобы компании могли прекратить, но может и означать, что по результатам какого-нибудь дюдилидженса, там, проверки, аудита компаний друг друга выяснила, что в ней какие-то такие червоточины нехорошие, которые, собственно говоря, это слияние и сорвали. Поэтому на это тоже, как на неочевидный признак, обращать внимание стоит. Здесь я передам слово Дмитрию, который немножко продолжит сейчас вот нашу презентацию. Да, коллеги снова, здравствуйте. В общем, про систему скоринга скажу буквально чуть-чуть. Его главная удобство заключается в том, что, по сути, она позволяет автоматизировать процесс проверки ваших контрагентов, их мониторинга с точки зрения оценки их рисков банкротства, то есть вести какую-то историю по каждому вашему поставщику, клиенту. Я буквально по итогу своего поиска пару примеров привел здесь на слайде, кому интересно, можете зайти проверить. Например, вот в первом случае это вообще сервис, который, как заявляют, по крайней мере, авторы, обучен, например, десятков тысяч компаний, нейросеть, то есть, по сути, оценка производится с помощью искусственного интеллекта на основании данных 30 плюс источников. То есть, кому интересно, можете ознакомиться. Здесь я, наверное, хотел бы перейти к следующему блоку того, того, что хотели мы вам рассказать, то есть, собственно, риски. Риски вас, как контрагентов, потенциальных банкротов. Потому что вы, как контрагенты таких юрлиц, как раз-таки можете пострадать в результате оспаривания сделок в делах о банкротстве ваших контрагентов. То есть, здесь можно выделить несколько блоков, в зависимости от тех оснований, по которым эти сделки могут быть сломаны. То есть, ну, во-первых, эта сделка направлена на причине не вреда кредиторам должника. То есть, первый вариант – это сделки на нерыночных условиях или вообще без встречного исполнения. Должна быть совершена в течение года до, собственно, принятия заявления о банкротстве. Мы случай отсутствия оплаты не рассматриваем, конечно же, потому что сейчас рассматриваем историю со стороны вас как контрагента и все-таки вещаем для добросовестных предпринимателей-контрагентов. Предполагаем, что вы, конечно же, таким не занимаетесь. И второй вариант – это нерыночная сделка в целях причинения имущественного ущерба кредиторам при наличии осведомленности вашей контрагента о признаках банкротства. Тут уже срок, в течение которого такая сделка может попасть под оспаривание три года до момента принятия заявления. Опять же, мы не будем подробно останавливаться, потому что здесь презумируется, что контрагент банкрота действовал недобросовестно, фактически он участвовал в выводе активов. Поэтому сейчас здесь сконцентрируемся на главном нюансе, то есть ситуации, когда под сомнение поставлена, скажем, цена сделки и насколько цена может отклоняться от рынка, чтобы это было допустимо, чтобы сделка не была, собственно, оспорена. Здесь нужно обратиться, собственно, к критериям такой неравноценности, как у нас указал Конституционный суд в одной из своих относительно свежих позиций 22-го года, само понятие неравноценности, конечно же, оценочное. Из-за ранее установленных формальных критериев нигде в законе вы не найдете. И, как говорит Конституционный суд, это сделано намеренно, чтобы вот эти лекала могли быть применены к многообразным правовым ситуациям. Соответственно, квалификация сделки здесь как неравноценной или как рыночной, находящейся в пределах рынка, выполняется в зависимости от всего многообразия факторов и конкретных характеристик сделки, приобретаемого имущества и так далее. То есть на это могут появляться такие факторы, как его объем, как длина экспозиции товара на рынке, период экспозиции, техническое состояние, все что угодно. То есть вот как у нас Верховный суд прямо говорит, суды должны исследовать контекст отношения должника с контрагентом, чтобы понять, равноценная сделка или нет. Но, тем не менее, попробуем дать какие-то более формализованные рекомендации по этому поводу. То есть первый критерий, который у нас в практике выделяется, это кратность. Он достаточно явный, очевидный и свидетельствует о наличии явного ущерба для другой стороны сделки. То есть ссылки как раз на положение разъяснений высших судебных инстанций по этому поводу. То есть все просто. Если цена актива, которую вы, например, покупаете у должника на 50% и более, ну то есть два раза ниже рынка, то получается это очевидно зона риска для вас. И напротив, если отклонение от этого порога в пределах кратности, то вероятно защитить сделку выше. Вот, например, здесь судебный акт приведен, где суды сослались как раз на критерии кратности и сказали, что 22% отклонения от рынка не является достаточно существенным, чтобы сделку признать недействительной. Второй критерий – это отклонение в 30% и более. Суды даже сейчас продолжают ссылаться иногда на эту позицию, она сформирована еще президиум в АСРФ в 2011 году, то есть здесь критерий заключается в том, что отклонение 30% и более. Откуда это взялось? То есть, фактически, это цифра, которая содержалась в редакции статьи 40 налогового кодекса 2011 года по поводу того, какие операции с точки зрения цены и сделки подлежат налоговому контролю. Сейчас этот порог снижен до 20, но суды почему-то все равно продолжают ссылаться на эту позицию и указывать на порог в 30%. Вот, например, в одном случае суды на эту позицию сослались и сказали, что раз 10% отклонения, меньше 30%, соответственно, сделку признавать недействительной нельзя. Или наоборот, отклонение цены более 30%, то есть здесь продавались автомобили, при этом дисконт не был ничем обоснован, например, техническим состоянием и иными факторами, поэтому суды сделки признали недействительной. Тем не менее, все чаще применяется такой более гибкий подход, неформализованный, как раз таки с учетом позиции конституционного суда, о которой я раньше сказал, и склонны учитывать вот как раз все условия совершения сделки, которые так или иначе на цену могут влиять. Вот, например, со ссылкой на эту позицию, приведено здесь конкретное дело, рассмотрено арбитражным судом Дальневосточного округа, здесь имело место отклонение от рынка, ну, относительно того результата, который дала экспертиза, 37%. Но, тем не менее, суды признали, что данное отклонение здесь разумно, потому что оно было обусловлено рядом факторов. Продано транспортное средство, во-первых, бывшего употребления 2006 года, приобретено в неисправном состоянии, то есть со значительным снижением эксплуатационных свойств, а значит дисконт обоснован и разумен, то есть налицо в учет всех обстоятельств совершения сделки. Поэтому мы можем рекомендовать не покупать активы с дисконтом к рынку 50% как зона очевидного риска, активы с дисконтом 20-30% покупать при наличии обоснования отклонения цены, с фиксацией такого обоснования. Например, в договоре указываем конкретные недостатки транспортного средства, существенные. Ну и покупку с дисконтом менее 20% мы, наверное, рассматриваем как вполне безопасно с учетом складывающейся практики. И второй блок рисков, он связан с таким основанием, как оспаренных сделок с предпочтением. Они бывают двух видов, то есть совершенные в месячный период до принятия заявления о банкротстве, ну и после принятия заявления. И в шестимесячный. Я сейчас расскажу о более сложном и тяжелом варианте, то есть сделки, совершенные в месячный период. К сожалению, состав здесь сформулирован таким образом, что если вы приняли платеж от должника, он попадает в месячный период, при этом у него, например, есть параллельно на фоне какие-то еще непогашенные обязательства, просроченные, сделка может быть признана недействительной. Просто по формальному основанию. Единственная защита здесь, которая в принципе предусмотрена, это доказывание того, что данный платеж получен, совершен должником в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Каждый платеж при этом не превышает 1% балансовой стоимости актива на предшествующую дату. При этом доказывать это придется вам, как контрагенту. Это очень важно. То есть примет оказывания перекладывается на вас. Поэтому ваша позиция здесь должна быть очень активной. Что такое в рамках обычной хозяйственной деятельности? Ну, по сути, это должен быть платеж, который похож на все подобные платежи, операции, сделки, которые должник совершал раньше. Совершает постоянно, регулярно. То есть платит он кредит по графику, закупает товар на перепродажу, он это делает постоянно. Должен быть платеж за товар, аренная плата, заработная плата, налоговые платежи, коммунальные платежи и тому подобные вещи. При этом есть некоторые нюансы. То есть, во-первых, нужно обратить внимание, что к сделкам в рамках обычной хозяйственной деятельности по общим правилам не относятся такие вещи, как оплата с просрочкой, предоставление отступного, ну и также даже необоснованные разумными причинами досрочного возраста кредита. То есть, такая интересная история. Вот, например, здесь приведено дело 2024 года, где оспорены платежи должника в адрес контрагента за ранее поставленную алкогольную продукцию. То есть, они были совершены с просрочкой. При этом должник и этот контрагент имели многолетнюю историю сотрудничества и, по сути, должник постоянно платил за алкогольную продукцию, которую он приобретал у контрагента. Но вот в этой ситуации произошла просрочка. И просрочка, как мы видим, перевешивает даже многолетний позитивный опыт сотрудничества. Это очень важно учитывать. Ну и также нужно обратить внимание, что недостаточно будет сказать о том, что сделка относится к сфере, которая является основным видом деятельности должника, либо согласно учредительным документам, либо согласно имущества. То есть, само по себе это недостаточно доказать совершение сделки в рамках обычной воздействительности. И более того, также очень примечательная история. Не имея значения в этой ситуации, ваша осведомленность относительно того, что у должника есть какие-то финансовые проблемы. Это означает, что вы приняли платеж от такого лица, вы вообще не подозреваете о том, что у него какие-то проблемы через месяц он окажется в банкротстве, но тем не менее, вот эта ваша добросовестность и неосведомленность здесь не будет иметь никакого значения. Это также очень важно понимать. Собственно, здесь уже речь идет о сделках с предпочтением с шестимесячным периодом. И я вот здесь хотел бы опять передать слово Игорю. Да. Спасибо. Здесь мы говорим о сделках, которые совершаются в течение шести месяцев до начала банкротства, но, скажем так, в течение пяти месяцев до начала банкротства, потому что про месячный период перед банкротством Дмитрий сейчас подробно рассказал. Там гораздо более жесткие критерии, гораздо более сложная защита. Сделка же, которая за пределами этого месяца самого страшного, но в пределах шести месяцев начала банкротства совершена, можно защититься от, то есть она тоже подвергается оспариванию по преимущественному предпочтительному утворению перед перед другими кредиторами. И я должен здесь сделать ремарку, что, возможно, аудитория сейчас слушает нас и думает, а почему вы постоянно говорите про платежи, у нас же вебинар про сделки. Есть люди, которые понимают почему, а тем, кто не понимает, я объясню, что банкротной вообще сейчас как бы в судебной практике и особенно в банкротных кейсах, банкротной практике, практически любое фактические действия или изъявления сторон, которые влекут какие-то последствия, квалифицируются как сделка. И вот платежи должника, которые вы принимаете или которые вы совершаете, каждый платеж тоже квалифицируется по сути дела как отдельная сделка. Именно под таким ракурсом суды все это дело рассматривают. Так вот, возвращая к шестимесячным сделкам, давайте так их просто называть, здесь у вас нет ограничения для того, чтобы защитить такую сделку, если с вами, например, должник рассчитался, а потом к вам пришли и говорят, верните деньги, этот платеж признаем, давайте признаем действительным, что с вами должник рассчитался, ну там, или зачет вы заключили, неважно. Верните деньги живые должнику, потому что он вас удовлетворил предпочтительно перед другими кредиторами, он должен был пропорционально удовлетворить, а он вас удовлетворил, а других не удовлетворил. И вы можете защищаться таким образом, что, во-первых, там нет такого ограничения, что всего в пределах одного процента балансовой стоимости активов должника, это возможность, то есть любая сумма может быть защищена, и второе, для того, чтобы у вас этот платеж признать действительно, заставить вас деньги вернуть, нужно доказать, что вы были недобросовестны, вы знали о неплатежеспособности должника. Это, ну, как бы ключевой момент. То есть, в пользу такого знания вашего о том, что вы знали, как против вас будут доказывать, что вы знали. Ну, вот то, что неоднократно к вам должник обращался в столовой об отсрочке долга, что вам было известно о наличии картотеки по его счету, он вас просил там платить как-нибудь в обход, например, и вы, естественно, сразу знаете, что у него за счетом что-то не то. Вы, например, знали откуда-то, что он подал на банк, что на него подал на банкротство, или он сам подал на банкротство. И любые другие такие вот признаки, по сути дела, мы об этих признаках, я вам говорил в начале нашего раздела про профилактику, вот все, что там я говорил, конкурс, арбитражный управляющий или какой-нибудь кредитор, который будет оспаривать сделку, а у нас в банкротстве не только арбитражный управляющий, но и любой кредитор может оспорить там вашу любую сделку, подать такое заявление в суд, он будет доказывать, что вы были в курсе, что должник был неплатежеспособен и принимали от него вот такие платежи. но при этом, как в конце этого слайда указано, полный суд нам указал, что даже если кредитор получил платеж в ходе исполнительного производства, ну, то есть взыскивая как бы этот платеж, или там с очень большой просрочкой, или там должник попросил третий лист рассчитаться за него и, то есть, не напрямую от должника он получил, это все равно само по себе может не означать, что мы знали не платежу должника. Почему? Потому что это может быть нормальным, естественным и многолетней практики в деятельности этого должника. И мы действительно ведь знаем с вами, коллеги, что такие истории постоянно существуют. Есть такие должники, которые пока к нему лист не подашь, он вообще рассчитываться с тобой не будет, к сожалению. Но давайте посмотрим несколько там практических дел. Вот здесь в деле арбитража суда Московского округа вот платеж во исполнение соглашения о реструктурации долга не признан действительным как раз потому, что платеж был получен несмотря на то, что он уже получен после того, как было подано заявление обоохосодолжника, все равно нужно было установить, что это, зачем подавалось такое заявление. Мы знаем на практике, что у нас есть такой инструмент, когда ты хочешь, чтобы с тобой рассчитались, подай заявление должника обоохосоджения просто. Ты не имеешь в виду забанкротить, ты хочешь испугать, чтобы он испугался и рассчитался. И очень часто на практике это применялось. И поэтому суд как раз в этом деле учел, что когда был такой случай, что нереальное было банкротство должника, а это его таким образом пугали. Сейчас, правда, станет сложнее немножко подавать такие заявления отвлекусь в сторону, то, что принято поправки к закону и теперь не 300 тысяч нужно, чтобы должен был должник для начала банкротства по заявлению кредитора, а 2 миллиона. Но, тем не менее, 2 миллиона на рынке это сумма сейчас относительно небольшая. В следующем деле обитающий суд Поволжского округа тоже отказал в признании таких платежей и расчетов недействительными, несмотря на то, что контрагент, который принимал платежи, даже сам подал заявление о банкротстве, то есть это, если перекладываю на вас, вот вы сами подали заявление о банкротстве, получили платеж от должника, но в суде вы смогли доказать, что вы как раз не имели в виду банкротить его, а хотели просто понудить, чтобы он начал шевелиться и с вами рассчитался, испугался. Суд согласился, что это была именно такая ситуация. Здесь аналогично, здесь дело, когда у нас крупная истинная компания рассчитывалась со своим контрагентом на месте контрагента представь себе вы. И пока эти расчеты шли, нефтяная компания получила несколько исков, а потом обанкротилась, и эти платежи начали оспаривать. Но не смогли оспорить платежи, потому что получение нескольких исков не означало, что она находится в банкротстве. То есть суды признали, проанализировав историю этой компании нефтяной, что это было обычной для нее практика. То есть она эти иски так или иначе получала постоянно. Не было такого, чтобы никогда не было ни одного судебного иска, а тут вдруг они и посыпались. Нет, это была обычная история. Поэтому суд не счел, что контрагент был осведомлен о том, что там выдвигается банкротство. то же самое встречается, то есть часто оспаривают такие платежи и говорят, а вот в едином реестре федеральном сведении о банкротстве было размещено информация о том, что там и в кротике арбитражных дел было возбуждено дело о банкротстве. Поэтому как бы вы должны были это знать и поэтому ваша сделка, ваши платежи должны быть оспорены и признаны действительными. Ну, вот суд говорит, что не обязан там каждый, хотя это, на мой взгляд, уже такая позиция, конечно, такая дискуссионная, но не обязан там каждый мониторить постоянно, не является, а не ставлю его должник банкротом. Наверное, как бы, когда идет обычная деятельность текущая, наверное, да, наверное, когда деятельность только начинается и вы только проверяете, я бы тут в этой ситуации с удовольствием не согласился, но тут и имелась текущая деятельность. В общем, что можно здесь результировать, вот эту вот небольшую мою часть и перейти к последней пару слайдов нашей презентации, то есть крайне важны обстоятельства, о чем контрагент, то есть вы в отношении этого должника, который стал банкротом, были осведомлены. И каким образом вы были осведомлены? Было ли там что-то такое действительно необычное? Суд может при внешне одинаковых обстоятельствах в каком-то деле признать, что вы не должны были знать о неподдержеспособности, а в каком-то деле признать, что должны были знать, потому что у вас уже до него возникают проблемы, вы начинали его мониторить, была переписка, в общем, каждое дело очень индивидуально. Но самое главное, сможете ли вы доказать, что вы не знали и не должны были знать о том, что у должника, от которого получали расчеты, были какие-то проблемы. Вот каким образом эти риски минимизировать? В принципе, вот Верховный суд в деле, который сейчас на слайде фигурирует конца 21-го года дал некую такую инструкцию, скажем так, и задал некий стандарт. То есть, что он говорит, я позволю себе представить, что при разрешении таких споров суд должен оценить добросовестность контрагента, сопоставив его поведение с поведением эстрактового среднего участка хозяйственного оборота, действующего в той же обстановке разумно-осмотрительно. Стандарты такого поведения как правило создают судебные практики. То есть, по сути дела, ваша защита в такой ситуации должна в первую очередь состоять в том, что вы не должны были проводить там какой-то сверх супер, не знаю, полностью глубокое, полное расследование каждого своего контрагента, да еще и делать каждый месяц. Это как раз возвращаясь к вопросу о периодичности, о глубине проверки и мониторинга своих контрагентов. То есть, нужно доказать, что вы действовали стандартно, как любой другой стандартный участник рынка, который, понятно, время от времени посматривает и проверяет, но совершенно не обязан постоянно, что называется, очень глубоко нырять в эту историю. понятно, что я могу привести примеры, когда суд отказывал в признании, например, недействительными, а платежей в бюджет там, не знаю, за 15 дней до начала банкротства или платежей по банковскому кредиту, например, текущих, хотя банк это уж мониторит своих должников как бы очень сильно, потому что, ну, вот ситуация с тем же банком, суд говорил, откуда они должны были знать, что через 15 дней начнется банкротство, ну, они получили текущий там платеж по кредиту, ну, и у них не было никаких там, то есть, предыдущая их проверка по их ритуалу банковского обычно ничего такого не показало, да, поэтому это очень важно доказать, что вы действовали как нормальное, там, стандартное предприятие на рынке, вот, и как пример, ну, вот, например, постановление арбитражного суда Московского округа свеженькое 9 апреля 24-го года, суд отказал в признании платежей должниками действительными, и что он установил, что контрагент, ну, который получил эти платежи, он, во-первых, запросил уставные документы должника, документы, стоящие личные сотрудники должника, ну, там, разово какая-то была сделка, и проанализировал сайт налоговой службы, например, в реальности генерального директора сайта арбитражных судов, судов общей дикции, сайт ФССП, все это посмотрел, там все было нормально, получил платеж, но, тем не менее, через несколько месяцев началось банкротство. Вот. Он, контрагент, который получил платеж, пришел в суд, представил доказательство, что вот это вот все он сделал, и суд сказал, ну, и окей. То есть он выполнил нормальный, стандартный набор каких-то действий, которые являются обычным, разумным и достаточным для обычного участника рынка. Поэтому не будем признавать такой платеж недействительным. Коллеги, на этом у нас наша презентация сегодняшняя окончена. Сейчас мы ответим на вопросы, которые поступили в чат. Но перед тем, как мы начнем отвечать на эти вопросы, я хотел бы еще раз напомнить, что мы можем предложить вам для более широкого ознакомления с темой, кто такой КДЛ, о вопросах защиты, о вопросах многочисленной судебной практики, свою презентацию и запись делового завтрака 11 апреля, которая состоялась в Москве. И второе, мы те вопросы, которые мы получили при регистрации участников на этот вебинар, на некоторые из них мы уже отвечаем в нашем телеграм-канале, ссылка на него вы видите на экране, и мы будем еще до конца месяца размещать, отбирать интересные вопросы и размещать там же, в этом же телеграм-канале, поэтому рекомендуем туда поглядывать и если вам эта тематика интересна, собственно говоря, там все это видеть. Давайте мы откроем сейчас чат с вопросами. так, ну вот поехали. Игорь, с какого момента исчисляется период, за который могут быть проверены сделки? я отвечал на этот вопрос презентации, то есть по специальному банкротному, ну давайте повторим, то есть во-первых, момент, с которого по специальному банкротному основанию сделки проверяются, это определение о принятии заявления о банкротстве. в течение месяца могут быть проверены сделки с предпочтением, вообще в течение шести месяцев могут быть проверены сделки с предпочтением, в течение года проверяются сделки по основаниям нерыночной цены, в течение трех лет проверяются сделки, где есть а, нерыночная цена, б, доказательство того, что контрагент должника, знал о том, что у должника проблемы и действовал, с учетом этого знания, во вред его будущим людей или существующим кредиторам. Так, следующие. Ну и сделки по общим гражданским оставаниям, как я и говорил, там и 10 лет назад можно вытащить и проверить по инициативе кредитора. Игорь, здравствуйте. Если сделки могут быть присмотрены за 5-10 лет, то как подстоят дела с включением субсидио-ответственности тех кредит КДЛ, которые в это время работали в компании. То есть, возможно, включение субсидио-ответственности по сделкам 10-летней давности. Да, это сложная, большая такая тема, обозначена этим вопросом, но если короткий ответ, да, можно привлечь субсидио-ответственности по сделкам 10-летней давности. Если эта сделка повлекла в итоге банкротство компании или явилась инструментом в какой-то схеме, которая прилепла в банкротство компании. Единственное, что я скажу, что это очень теоретически, если мы посмотрим практику, то, конечно, если совершена сделка 10 лет назад, и после этого 10 лет компания подсуществовала, так примитивно говоря, то, скорее всего, вряд ли можно будет экономически доказать, что эта сделка повлекла банкротство компании. Как правило, такие сделки, за такую сделку можно будет с конкретного, например, директора, который совершал, взыскать убытки. Потому что в итоге банкротства может не только субсидиарная ответственность вам, так сказать, припаять, с вас взыскать, а взыскать просто убытки по конкретной сделке, то есть в размере убытков, которые эта сделка причинила. И еще очень часто такие сделки 10-летней давности несут другой смысл их обжаловать для того, чтобы вернуть в компанию какие-то ликвидные активы. Вот еще одна причина. То есть в реальности сделки, которые совершены 5-10 лет назад, могут быть одной из причин банкротства и, соответственно, те лица, которые их совершали, могут быть каким-то образом привлечены к ситуации ответственности полностью или в части. Но я бы сказал, что это достаточно маловероятно в силу просто экономических реальных жизней компании. Так. Дальше вопрос. Ну, давайте я передам слово Дмитрию. Да, коллеги, но я по поводу, кстати, вопроса шестого немножко добавлю. Действительно, это возможно. Почему? Потому что у нас есть такое регулирование по поводу статуса контролирующего лица. То есть оно устанавливается, это устанавливается на период 3 года до наступления фактически так называемого объективного банкротства. То есть, когда должник реально перестал иметь возможность погасить все свои обязательства за счет рыночной стоимости своего имущества. И на практике иногда, конечно, может такое случиться, что, например, 10 лет назад была сделка, а через 3 года должник стал отвечать признакам объективного банкротства, вопроса до банкротства фактически дошло позднее. То есть, достаточно сложная такая конструкция, но теоретически действительно возможна. Что касается следующего вопроса, спрашивает Юлия, порядок распределения реестровой задолженности между лицами, привлеченными к субсидиарной ответственности, учет степени вины и участия. Ну, то есть, о чем идет речь? По умолчанию, по умолчанию у нас к субсидиарной ответственности на сумму реестра, то есть, если устанавливается, что, скажем, несколько контролирующих лиц совершили, одобрили какие-то сделки, это повлекло банкротство, привлекается солидарно, но по умолчанию. Тем не менее, у нас закон и разъяснение Верховного суда позволяют привлекать их к так называемой долевой ответственности. То есть, разделить этот пирог, скажем так, между ними в зависимости от степени как раз их участия. И вот действительно, эта степень вины и участия может быть учтена, это прямо законом предусмотрено, но ситуации все очень конкретные и разнообразные, в каждом случае это делается по-разному. Суды могут, например, даже в процентном соотношении предвести доли на практике. Хотя, ну, лично по моему мнению, например, тут уже все-таки скорее всего речь должна была идти об убытках, а не о субсидиарной ответственности. То есть, это такая интересная юридическая конструкция, которая, ну, спорная, на мой взгляд. Но, тем не менее, да, такая степень вины и участия, очевидно, с нами учитывается. Ну, я могу добавить, кстати, что вот в том нашем YouTube-записи с 11 апреля и, соответственно, в презентации этот вопрос освещен таким достаточно образом. Разве интересного можно посмотреть. Да, следующий вопрос от Ирины. «А как в банкротстве получить документы по сделкам должника и его операциям по счетам, если управляющий такую информацию кредитору не выдаёт?» Ну, действительно, эта проблема есть. Управляющие зачастую кредиторам вообще ничего не выдают напрямую. То есть, у нас по закону управляющий отчитывается в формате отчётов, приложений к нему, материал отдела. Кредитор должен с этим знакомиться. Ну, либо на собрании кредиторов. Но, по факту, есть инструменты давления, прежде всего, какие. Если действительно информацию не раскрывают, то это могут быть жалобы. Например, в Росреестр для понуждения его к активным действиям. Потому что всё-таки у нас сейчас арбитражные управляющие, скажем так, живут в постоянном напряжении из-за того, что у них при наличии двух административок от Росреестра по сути может наступить дисквалификация. То есть, лишение возможности работать, вести профессиональную деятельность, поэтому они будут склонны пытаться этого избежать. То есть, это могут быть жалобы, теоретически, наверное, теоретически, учитывая, что Верховный суд не так давно признал возможным истребование документов у оппонента у стороны спора, можно попробовать обращаться с таким ходатайством в суд. Теоретически. Я, конечно, такое ещё не встречал, но, наверное, это возможно. То есть, какие-то такие истории. Или пытаться заявлять об истребовании доказательств в рамках обоссовленных споров о банкротстве. Например, следующий вопрос от Виктора. В чём преимущество обжалования сделок по банкротным основаниям по сравнению с корпоративными основаниями? Ну, видимо, имеется в виду по сравнению с общими основаниями, общегражданскими, которые там предусмотрены. Ну, то есть, повторюсь, наверное, но вот эти вот банкротные основания, они носят как раз специальный характер, и они обладают приоритетом. То есть, если у нас имеется процедура банкротства, и сделки отвечают тем признакам, которые этим законам предусмотрены, их надо оспаривать именно по этим основаниям. По общим их нельзя оспаривать. Единственное исключение, когда эти сделки как раз-таки в эти составы не укладываются. Ну, вот, например, они совершены за пределами трехлетнего срока, скажем, от момента принятия заявления о банкротстве. Вот такая ситуация возможна. Поэтому тут не то, что преимущество, тут скорее прямое указание закона Верховного суда, Высшего Рабитражного суда по поводу этого приоритета, потому что зачастую участники дела о банкротстве пытались, ну, и мы с этим сталкивались, как раз-таки обходить вот эти специальные порядки, обжаловать по общегражданским нормам, и суды это пресекают. Что касается преимущества, ну, можно, наверное, сказать о том, что закон о банкротстве предусматривает некое упрощение доказывания по таким составам, а упрощение доказывания, собственно, недействительности этой сделки, то есть ее проще как бы оспорить. Наверное, в этом преимущество. Ну, да, здесь ситуация в том, что, например, сделку по нерыночной цене закон о банкротстве прямо предусматривает, что если цена не соответствует рынку, ну, написано не так, Ну, я говорю, излагаю смысл. Если цена не соответствует рынку, это сделка подозрительная. То есть, если суд действительно это установит, ну, плюс другие обстоятельства, то все, ее можно признать действительно. А в обычной жизни, не в банкротстве, вы не найдете такого. Вы будете использовать либо конструкцию 10 плюс 168 Жанского кодекса, то есть злоупотребление, то есть, когда сделка формально выглядит соответствующей закону, а на самом деле является злодейской. И это нужно доказать, да, причем доказать, ну, по сути дела, с обеих сторон, с обеих контрагентов, как бы, да, там, масса других доказательств. И это очень непростое, непростое, на самом деле, упражнение, как бы. Юристы любят этим заниматься, но далеко не всегда удачно это получается. Или есть 174-я, там, статья АГК, пункт 2, в которой написано, что действительно является сделкой, если она, там, совершена, там, с превышением, там, полномочий, во вред, как бы, и контрагент об этом знал, да. Ну, тоже сложный состав, и нужно доказать гораздо больше и гораздо сложнее. Ну, и нельзя откидывать тот, то обстоятельство, что на самом-то деле в банкротстве просто другой настрой суда. Ну, то есть, как бы, когда вы приходите в корпоративном конфликте и говорите, вот, там, директор, например, нанес убытки или, там, совершил какую-то сделку, там, нехорошую, давайте признаем действительную, там, изначально, ну, живет компания, с ней все нормально, как бы, и суд рассматривает это, как бы, с чистого листа, да. То есть, когда вы приходите в банкротство и говорите, вот, плохая сделка, она, там, принесла вред, а может, даже явилась, там, основанием, одним из оснований, почему, как бы, одной из причин банкротства этой компании, то тогда изначально у суда настроенность немножко другая, потому что компания уже действительно в банкротстве. То есть, факт того, что в компании плохо и она потеряла какие-то там активы, уже существует. И с этой точки зрения гораздо проще выстраивать, в принципе, и структуру доказывания, и соответствующую настроенность суда, который по внутреннему убеждению своему оценивает вот эти все истории. Так, ну, давайте дальше. Здесь вопрос. От данных возможно ли проводить солдирование по ненаступившему праву требований? Вот. Это такой вопрос, связанный с солдированием. Мы о нем рассказываем, ну, я, наверное, лично сам рассказывал на нескольких там выступлениях, у нас были какие-то кейсы, и каждый раз, я слышал много спикеров, и каждый раз, каждый спикер вырабатывает какие-то свои критерии, в каких случаях солдирование можно делать, в каких случаях нельзя, потому что жестких критерий на самом деле не существует. То есть, если с точки зрения того знаменитого пленума высшего арбитражного суда, 2014 года до распуска, по-моему, он успел этот по возвратному лизингу сделать пленум, откуда вообще солдирование появилось, да? То есть солдирование изначально появилось как, собственно говоря, такой механизм расставания лизингодателя и лизингополучателя при расторжении договора лизинга. Вот нужно там высчитать сальдо встречных предоставлений и понять, кто кому чего остался должен, с учетом того, что они очень долго взаимодействовали, а платежи по лизингу составляли одновременно и выкупную стоимость, и пользование объектом лизинга и так далее, и тому подобное. Это еще зависит от того, возвращался лизинг или нет. В банкротстве же солдирование превратили, собственно говоря, в разрешенный зачет, если правильно говоря. Вот с этой точки зрения, по не наступившему требованию вообще как бы солдирование, на мой взгляд, проводить нельзя. То есть я встречу наверняка коллег, и наверняка может найти пару судебных дел, в которых будет написано, что поскольку требования были не наступившие, но обязательно должны были наступить, то солдирование проводить было можно. То есть если очень короткий ответ, то здесь можно только мнение высказать, да, потому что этот институт, еще раз повторюсь, не существует в каком-то четко нормативно отрегулированном виде и с совершенно четкими, жесточайшими выработанными судебными практиками критериями. Моё мнение, что такое, и его суд может не признать. Ну вот может у Дмитрия есть как бы другое, как в этом низе. Ну на самом деле мне не отличается здесь мнение. Все-таки с учетом того, что это не дикий запад может быть, но тем не менее не вполне однозначная сфера, то да, риски здесь существуют. Так, следующий вопрос, Ольга. Ну и что, что контрагент просил об отсрочке платежа? Кто-то соглашает с ручкой, если мне не согласились, то в чем наша вина? Совершенно с вами согласен. Если у вас не было каких-то других признаков, то есть если в суде не будет доказано, что вы, кроме того, что вас просили об отсрочке, что-то знали еще, то, ну, наверное, ну вот, совершенно верно, ничего это не значит. То есть если вас там один-два раза попросили об отсрочке, тем более вы на нее не согласились, то потом говорить о том, что вы знали о том, что он там не платил, что точно у него признаки не платил способности, что он, по сути, будущий банкрот, и получали, то да, есть такая, есть такая оброза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!